Мы решили повторно разыграть наши последние наушники и посмотрим, как люди с Богу справятся с моими заготовленными вопросами. Тема у нас будет география, и сейчас мне ответь на вопрос, какая самая большая страна в мире. Напиши в комментариях прямо сейчас, жми лайк и подписывайся на канал. Давай мы с тобой познакомимся, как зовут тебя? Меня Катя зовут Аня. Никита зовут меня. Привет, меня зовут Филипп. Меня зовут Юля. Катя, задаю тебе 6 вопросов по географии, отвечаешь правильно, я тебе даю подарок. Хорошо. Что было у тебя по географии? Пятерка. Все. Это хорошо. Это очень хорошо, но сейчас, я думаю, нет. Проверим сейчас твои знания. Какая страна самая густонаселенная в Европе после России? США, по-моему. Ты молодец. А что по географии у тебя было? У меня 3. А, ну тогда ты на 3 вопроса должна ответить. Тебе дам пару вариантов ответа. Украина, Германия, Франция, Италия. Есть предположения? Сейчас пока. Давай я тебе дам несколько вариантов ответа. Хорошо. Россия, да? Украина, Германия, Франция, Италия и Великобритания. Великобритания точно нет. Так, после Россия это может быть Европа, это может быть Париж, Франция, Германия. Европа. Давай тебе дам... Америка. Давай тебе дам 4 варианта ответа. Хорошо. Украина, Германия, Италия и Бразилия. Германия. Пятюня. Ох, ладно. Ты молодец. Может, Германия? Германия. Тут не было правильного ответа. Да? Ну ладно. Либо Германия, либо Франция. Сейчас... Давай выберем. Что-то из-за этого всего. Я думаю, Германия. У них там довольно-таки разная медицина, поэтому они должны лидировать. Ты молодец. Повезло. Скорее всего, Германия, мне кажется. Ответ твой Германия. Да, Германия. И это правильный ответ. Ты молодец. Ну ты молодец. Пятюньку давай, ты угадала. Ты же угадала? Нет. Ну ты угадала. Все правильно. Все правильно. Молодец. Так повезло? Не думаю. Ну, просто логику включил. Там у них правда развитая медицина, поэтому, соответственно, там и должна быть развита и самое большое количество людей. Вторая страна, которая самая большая по площади. Первая у нас Россия, да? Угу. А вторая? Не помню. Ну, давай дам несколько вариантов ответа. Все Россия? Да, естественно. Америка. Она больше. Она больше, да. Ты думаешь, что Америка? Да. А есть еще предположения? По площади, да? Ну, на первом ты знаешь кто? Россию. Так, а вот на втором? На Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки. Ну да. Почему так? Так, самая большая по площади. Первая занимает Россия и вторая Америка. Северная Америка, соответственно. Страна. А, страна. Это Америка. Америка. Да, это Америка получается. Первая у нас какая страна? Россия. Так, а вторая? Так. Тебе помочь, да? Евразия. Америка. Китай. Австралия. И Индия. Австралия. Катя, я просто даю шанс. Немножко хотя бы подумай. У меня... Выше Америки кто там? Там Гренландия. Вверху. Гренландия есть, да? Да. Ну, там она же имеет южную часть и северную часть. А если они в общем, то они получатся большой. Ну, давай мы сложим тогда и Евразию, и Африку. Именно материк или именно страна? Страна. Давай я задам вопрос тебе еще раз. Да, Африка. Африка? Так, давай я тебе задам вопрос еще раз. Ты, наверное, не понял. США. Я хочу, чтобы ты победил. Я тебе дам подсказку. Хорошо? Так, хорошо. Не Канада. Австралия. Австралия будет? Да. Хорошо. Четыре варианта ответа. Давай, погнали. Австралия, Бразилия, США, Канада или же Франция. Давай, это мы минусуем тебе подарок, если что. Сто рублей ты платишь в банк сюда. Вот ты положил, представили, да? Четыре варианта ответа. Четыре варианта ответа. Китай, Япония, Канада и Бразилия. Вторая страна, которая находится большая по площади в общей сумме. Первое место – это Россия. Второе место – это? Китай. Китай – это правильный ответ. Я просто подумал, что материки сначала. Что-то не понял. Сейчас вот вспомню, что Китай. Так, Китай, представляю. Япония намного меньше. Канада может соперничать, естественно. И четвертый вариант я уже забыл, к сожалению. Но… Франция. Франция? Франция, да. Столица Франции. Что там? Париж. Ты молодец. Давай вторую пятюню. Тоже очень маленькая была сразу же, я понял. Бразилия. 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 Да, тоже маленькая слишком. Это Канада. Это Канада. Это Канада. Ты молодец. Столица Израиля. Израиль – это город? Нет. Шарм-эль-Шейх. Почему-то я так подумал. Но, возможно, это неправильно. Поэтому нужно получше подумать. Так, Израиль. Он находится в Египте. Давай несколько вариантов ответа. Александрия. Богушетия. Иерусалим. И Махачкала. Тут уже четыре варианта ответа не могу тебе дать. Хотя могу. Подсказать, да? Погнали. Хорошо. Эстония. Александрия. Иерусалим. И Пекин. Здесь есть правильный ответ. Выбери просто. Александрия. Прямо как меня. Спасибо. Не знаю. Давай еще что-нибудь. Ну, как так-то? Ну, не буду же я подсказывать уже и здесь. Помнишь, Шарм-эль-Шейх есть. Ну, это не то. Это не то, да. Это вообще не то. Но это другой. Другая столица. Еще даю шанс. Хочу, чтобы ты победила. Не помню вообще ничего. Не помню. Салим в конце. Салим. Ну, это прям ответ уже, да. Какой-нибудь Бургарш Салим. Блин, ну вообще не то, да. Вообще чуть-чуть там вот пару букв добавить. Не знаю. Третье там Еру. Иерусалим. Иерусалим. Видишь, как круто. Вот первый вариант. Ира. Ира? Салим. Иерусалим, да? Первый вариант. Эстония. Эстония. Иерусалим. Вот тут ты молодец. Да. Хоть что-то знаешь. А столица Белоруссии? Салим последняя. А-ля Салим. Улю Салим. Еще, еще. Что ж еще может быть? Салим. Салим. Иерусалим. Почему ты так думаешь? Ну что ты в истории слышал? Иерусалим, по-моему. Ты молодец. Правильно? Да. Господи, Минск. Че так не уверена? Че, Харьков не назвал? А столица Украины. Ну ладно. Да. Вот просто если я тебе сейчас скажу, ты прям такой, как это легко было. Ну лучше да, тогда скажи. Давай еще, погадай. Ты близко. Я близко. Это может быть... Эстония? Страна. Столица? Столица как будто бы. Израиля. Эстония пусть. Я поэтому... Пусть будет Эстония. На какой территории страны находится самая большая пустыня Виктория? Не знаю. Дать варианты ответа. Ну давай, ну поиграем. Ну это же интересно. Давай в Австралии, в России, в Канаде или же пускай в Египте. Дам тебе несколько вариантов ответа. Помогать, да? Я тебе теперь не верю. Нет, я тебе правильно даю ответы. Я просто пошутил первый раз. Ну ладно. Первое. Евразия. Второе. Латинская Америка. Думаю, Африка, наверное. Думаешь, Африка, но это не так. Не так. Дам тебе несколько вариантов ответа. Готов? Евразия, Латинская Америка, Австралия и Африка. Так, ну пустыня. Естественно, это может быть либо Египет, либо не Египет. Третьего. Может, еще пустыня может быть где-нибудь на южном, на южных материках. Давай, как ты думаешь, в Бразилии есть пустыня? Возможно. Возможно. Хорошо, записываем Бразилию на бумажечку. Россия. Нет, точно нет. Австралия. Австралия. Тоже может не быть. Может не быть. Канада. Канада. Это почти правильно. Рядом. Другой континент. Австра. Австралия. Австралия. Видишь как? Ну легко же. Легко? Нет. Третья. Африка. Четвертая. Австралия. В общем, ты думаешь, это в Африке? Не очень. Давай Африка будет. И это неправильный ответ. Северный, соответственно. Ну, логично. Но я думаю, Египет. 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 Хорошо. Дам тебе опять пару вариантов ответа. Тебе странно прям называть, так? Ну... Россия. Италия. Да, да. Бразилия. Австралия. Нет, это не Австралия. Латинская Америка, наверное. Латинская Америка. Ты молодец. Правильно? Ты же слышал, как начинается? На какой территории страны? А Латинская Америка – это страна? А, нет, это материк. Так, видишь уже, как все плохо. Все-таки в Америке, да? И это неправильный ответ. Что там еще осталось? Евразия и Австралия. Австралия. Или Евразия. Евразия, что там еще? Латинская Америка. Австралия. Австралия. И Африка. Африка материк. Австралия тоже материк. Либо Австралия, либо Бразилия. В России нету пустыни, потому что, ну, естественно, нету у нас тут экваториальных тропик, ой, тропики есть. И давай Канада. Нет, Канады точно нет. Или Австралия, либо... Или Бразилия. Или Бразилия. Давай выберем. Ну, пусть Австралия будет. Ты молодец. Ты угадала. Круто же. Или в Австралии. Ну, давай свой ответ из двух. Может, здесь ты угадаешь. Давай Евразию. И это неправильный ответ. Кошмар. Четырех, да? Не попало. Погнали дальше? Да. Евразия, материк. Что там остается еще? Все, связи нету нигде, да? Мы пропускаем дальше. Давай свой ответ любой. Может, попадешь. Австралия. И ты попал прям в точку. Скорее всего, Бразилия. И это неправильный ответ. Австралия, значит, была. И это правильный ответ. Ты молодец. Какая страна занимает первое место по добыче нефти? В общем-то, первая на мысли пришла Китай. Но не Китай. Они добывают уголь. Саудовская Аравия. Саудовская Аравия. В каком году это было? Год точно не помню, но помню, что Саудовская Аравия. Она уже не там. Не там? Россия. Ну, Россия добывает, но она не на первом месте. Но она в списке. В Америке, подскажу тебе, эта страна находится. Америка – это страна. Континент, я имею в виду. Дубай. Дубай. Молодец. Петюню. Красавчик. Давай Южная Америка. Южная Америка, да. Какая страна? Нет. Нет вариантов, да? Вообще. Есть какие-то догадки? Может, Саудовская Аравия раньше была такая? Нет. Вот она на втором. Вот. Да, но она не на первом. Венесуэла на первом. Россия. 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 Она молодец, Россия. Угу. Хорошо. Кто первый придумал современную географическую карту? Не знаю. Ну вот смотри, подскажу тебе. Это было в Греции. Александр Македонский приходит после своих завоеваний. И что делает? Вот ее же придумали как-то, нарисовали? Такое мы не проходили. Такого нам не задавали. Есть песня такая? Да. Ну, сейчас подумал. Это было в Греции? В Греции. Помнишь, Александр Македонский такой ходил, завоевывал все. И такой приходил и рисует. Кто рисовал? Современная географическая. Это была Европа, скорее всего. У них более развитая география была в то время. Это же это мог быть. Современную карту Россия? Нет, просто вот географическую карту нашей планеты. На Г что ли как-то? Что-что? Именно Г, по-моему. Губарев. Губарев. Ну, вот этого я... Это неправильный ответ. Ну, показывает карту. Показывает карту. Ты молодец, давай пятюню. Ты не выиграла, к сожалению. Что ты скажешь вообще? Да, что сказать? Надо учить географию. Надо. Кто-то, наверное, из старых философов этих. Ну, как его зовут? Любое имя. Сейчас попадешь. Гиппократ не может быть, Аристотель тоже не может быть. Почему нет? Аристотель может быть. Все может быть. Кто-то мог. В Греции такой. В Греции такой. Ну, точно не Пифагор. Кто же это мог быть? Не помню. В Греции такой мог быть, и чтобы он создал еще и карты современные. Давай ответ. Пускай будет Аристотель. Это неверно. Что ты скажешь вообще? Ну, я просто не могу вспомнить. Там у них имена сложные были. Бля, я аж ногу потянул. Ты такой высокий, так тянуться к тебе надо. Ладно, Катя, ты проиграла, ты большая молодец все равно. Что скажешь? Учите географию, ребят. И тогда получите подарок. Да. Халявный. Да. Ну, кстати, возможно, даже Александр Македонский мог придумать. Ты молодец. Да. Давай пятюльку. Спасибо. Ты проиграл. Что скажешь вообще? Ну, вопросы правда легкие. Так, если немного посидеть. Если подготовиться немного, то, естественно, на них можно ответить легко. А так мне даже понравилось. Очень круто. Очень грустно. Никто, к сожалению, не выиграл. Оставляю их себе. Возможно, мы их разыграем в следующий раз. Возможно, сделаем вопросы реально очень-очень легкие. Может, были сложные. Напиши в комментариях, были ли вопросы на самом деле сложные. Ставь лайкос и до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!